Друзья, делая скрытую проводку, часто пользуюсь вот такими пластиковыми скобами. Но бывают ситуации, когда неудобно подлезть, к примеру, молотком, чтобы закрепить данную скобку. Здесь нам поможет обычная струбцина. Берем струбцину и ставим ее на гвоздь. Затем ее стягиваем. И, как видим, при стяжке струбцины гвоздик легко входит в дерево. То есть струбцина выполняет роль молотка. И результат получается отличный. Друзья, бывают ситуации, когда нужно вкрутить саморез под определенным углом. И если мы это делаем сразу, то, как видим, наш саморез соскальзывает. Здесь есть небольшая хитрость. Закручиваем саморез сначала под прямым углом, затем наклоняем шуруповерт и вкручиваем наш саморез. Сейчас покажу на примере второго самореза. Также сначала под прямым углом, затем наклоняем шуруповерт и вкручиваем саморез. Результат получается отличный. Кстати, друзья, в руках у меня аккумуляторная дрель шуруповерт от компании Denzel. Он имеет бесщеточный двигатель, то есть меньше греется и не нужно постоянно менять щетки. Также имеет система от перегрева и перегрузки, плюс имеет 21 ступень регулировки крутящего момента, ну и, конечно же, сверление. Шуруповерт подойдет как для любителя, так и для профессионала. Корпус прорезиненный, имеется LED-подсветка и индикатор уровня заряда батарейки. Кстати, аккумуляторов в комплекте идет два, плюс полноценная зарядка. Ссылочку, где я покупал данный шуруповерт, оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем. При работе с коронкой бывают такие ситуации, когда мы просверливаем отверстие, и в итоге нам нужно чуть больше отверстия. И уже большой коронкой мы не можем рассверлиться ровно по центру. Здесь нам понадобится большая коронка, предыдущая коронка, которой мы сверлили, шайба. То есть между коронками прокладываем шайбу и вставляем сверло, держатель. Здесь сверло не обязательно. И все это крепим. Как видим, у нас предыдущая коронка, она немножко выступает и будет служить в роли направляющей. Вставляем старую коронку и начинаем сверлить. Как видим, наша коронка никуда не уходит и сверлит ровно по центру. Это можно увидеть, когда разберем коронку и достанем кольцо. Как видим, кольцо вырезано равномерно, значит и засверлились мы ровно по центру. В ситуации, обычно, когда неудобно подлезть обычной ножовкой, чтобы, к примеру, спилить шкант, нам поможет обычный канцелярский нож. Берем нож, вытаскиваем лезвие и за место лезвия ставим вот такую вот пилку по металлу. Вставляем ее в нож. И теперь можем свободно спилить наш шкант. Как видим, лезвие здесь уже и мы можем спокойно подлезть и спилить этот шкант. Как видим, режется довольно-таки все легко и быстро. Друзья, вы выбрасываете старые колпачки от использованного герметика, ведь им можно найти еще применение. Я думаю, у каждого мастера есть вот такой простой карандаш. И когда мы ездим с объекта на объект, помещаем его в сумку с инструментами и он может сломаться. Как раз в этом случае нам поможет колпачок. Мы его помещаем в колпачок и теперь не боимся, что наш карандаш может сломаться. А по приезду на объект сразу можно работать. Между прочим, колпачком можно еще и удлинить наш карандаш. Для следующей самоделочки взял обрезок фанеры 18-миллиметровый. И нам нужно два отрезка. Два отрезка по 20 сантиметров. То есть общая длина бруска должна быть 40 сантиметров. И все это дело торцую на торцовочной пиле. После того, как отторцевали, нужно сделать еще одну разметку. Отступаю от края по 8 сантиметров на первой заготовке и на второй заготовке. Затем провожу линии. И теперь нужно эти две линии совместить между собой и нарисовать небольшой ромбик. Самое главное здесь то, что ром должен быть симметричный. Можно сделать разметку. К примеру, отступить по 5 миллиметров от линии и от края. И сделать его вот таким вот. Можно делать большой, можно маленький. Далее вы поймете, какой ромбик именно нужен вам. Ну и далее вырезаю его. Вырезаю все это на ленточной пиле. Конечно, некоторые сейчас скажут, что у нас нет ленточной пилы. Друзья, но все это можно сделать при помощи обычной ножовки. После этого закрепляю в тисках и все креплю на петлю. Изначально делаю разметку. Сверлю, естественно, и затем уже вкручиваю саморезы. Затем нам понадобится еще одна заготовка размера 140 на 140 миллиметров. Совмещаю с одной из планок и также вкручиваю пару саморезов. Естественно, изначально засверливался, а затем уже вкручивал данные саморезы. После этого можно сказать, что наша самоделочка готова. А для чего она служит, сейчас я вам покажу. К примеру, у нас есть круглая заготовка и нужно просверлить отверстие так, чтобы сверло никуда не ушло в сторону. Берем нашу приспособу и помещаем на сверлильный столик. Зажимаем наш кругляк и начинаем сверлить. Как видим, заготовка у нас сверлится ровно по центру, там где мы делали разметку. И благодаря этой приспособе заготовка никуда в сторону не уходит. Чем больше у нас будут ромбики, то есть вырез, тем больше мы можем зажимать заготовку. Также можно зажимать не только круглую, но и квадратную заготовку. Бывают случаи, когда нужно просверлить отверстие небольшого диаметра. Но подходящего диаметра сверла, к сожалению, нет. В этой ситуации может помочь обычный гвоздь. Берем гвоздь и отрезаем шляпку. Вот что получается в итоге. И теперь можно свободно спробовать сверлить. Таким способом можно сверлить огромное количество отверстий. Часто работая с деревом, приходится подгонять доски под определенный угол. Здесь бы нам, конечно, хорошо помогла бы малка, но не у каждого она есть в наличии. Здесь нам помогут две пилки по металлу от ножовки, болт и гаечка. Скрепляем пилки между собой гаечкой. Гаечка должна быть обязательно самоконтрящаяся. После этого у нас должен получиться вот такой вот результат. Гаечка должна быть хорошо затянута, чтобы наши пилки перемещались довольно-таки туго. Также стоит учитывать, чтобы вот эти зубья были внутри, а гладкая сторона наружу. После этого приступаем к измерению угла. Берем нашу приспособу и просто ведем ее в угол. Затем совмещаем одну сторону с нашей доской и делаем разметку. После того, как мы сделаем разметку, нужно будет отторцевать и убрать лишнюю часть. Убрал лишнюю часть на торцовке, но оставил небольшую линию показать, как точно мы замерили угол. И проверим на наличие зазоров и просветов. Дослоняем доску и, как видим, что зазоров и просветов у нас не имеется. Вот такое простое приспособление сегодня получилось. Я думаю, для многих оно будет полезное. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok